так вот я тоже сюда приезжаю в преддверии нового года куда я приехал на вокзале на 5 магазин электросилы очень хороший магазин реально классный магазин казалось бы я бы сюда бы должен был бы приехать для того чтобы вам показать игрушки а я сюда и не приехал теперь расскажу про суть вопроса я помогаю электросиле да и она тоже мне помогает не всем людям я помогаю а есть люди которым я хотел бы помочь но у которых немножко что-то по-другому сустава в голове естественно вот и поэтому вы не увидите новогодние сюжеты хотя вот новогодний сюжет про электросил почему вам сюда не необходимо приехать я имею ввиду мужикам мужики должны много чего иметь к слову о том что отдельный мужик который стоит перед вами тоже кое-чему научился худо-беда но на сорок шестом году жизни он тоже кое-чему научился и только благодаря этой структуре этой замечательной электросиле которая располагается здесь на улице вокзальной 5 а теперь мы зайдем и вы сами подумайте что есть те вещи которые вам просто необходимо себе купить и уже после того как вы этому сами научитесь вы объясните что иногда тот самый алексей чиликин был прав вот это нормальная работа мы вас показываем и у вас все изумительно ну да типа вы самые крутые но вспомнив комбинат наш любимый ненаглядный разговор о нем идет с 1997 года каждый месяц и не один раз в день вот такого равняться вам бы надо почему приехали в электросилу по одной простой причине у нас же что скоро начнется у нас скоро начнется праздник самый лучший праздник новый год мы не будем говорить что каждый новый год это предшествие к уходу потому что уход он немножко другая тема весьма интересно есть вот но это уже не это не тема этой передачи это уже дальнейшая структура и если что вы можете на ютюбе посмотреть как-то тогда прикольно было ну ладно то есть нам же каждый новый год нам надо делать что-то новое а в этом году уже кое-что научился в этом году я научился сваривать причем варил я сверху представьте серочку это сверху варил то есть это очень серьезная и сложная процедура чтобы научиться варить сверху для этого вам что необходимо а вот для этого я приехал сюда и купил себе замечательный сварочный аппарат в смысле сварочную маску я приезжаю в другие вещи смотрю там сварочную маску стоит копеечки может быть это и есть хорошо но в данном случае когда я беру эту сварочную маску у него есть эффект затемнения то есть во первых у нее базовая структура то есть она показывает вам куда вы тыкаете и вы понимаете куда вы тыкаете то есть и вдруг возникает электрический разряд другого варианта нету сварочный аппарат работы то есть из стандартного напряжения 220 вольт вы себе делаете ваше необходимое напряжение вот благодаря вот крутилочка вот эта штука то есть это конечно круто но лучше все таки говорить используя электроды марки 3 миллиметра потому что больше может такое случится что они могут и вылечить не рекомендую это делать я посмотрев куда все это сделать очень аккуратно посмотрите я увидел куда и после этого когда я начал работать и честную температуру увеличилась но температура то она и была такая но зато цветокоррекция увеличилась я очень красиво все это дело сделал было клёво клёво и вы понимаете что человек с двумя высшими образованиями то есть я специалист по автоматизации металлургических процессов это у меня мгту кроме всего прочего я еще и помог супруге сделать высшее образование в педоинституте кроме всего прочего ну я практически кандидат технических наук то есть два кандидатских минимума мной сданы на отлично ответ от армии так отмазывался могу я это сделать сделал это легко и вы это тоже можете сделать и вот это ваше правило взять в подарок замечательный сварочный аппарат еще и маску вот это будет изумительный вариант для любого мужика но я уже устал с вами бодаться типа интернет рулит а чё это все интернет ресурсы шлепают по тв но вы не понимаете а зря как работает электросила вот вам бы так есть тема подарков есть подарки разные давайте определимся как часто вы будете вашими подарками пользоваться ну в некотором случае если вам подарили допустим хорошую ручку будете пользоваться ей постоянно но вы возникает вопрос вообще когда после нас что-то писали я уже не припомню когда я что-то писал в основном я использую клавиатуру потом делаешь печать а вот тогда надо подпись да бывает но в основном как правило мы работаем с клавиатурой времечко немного сейчас уже другое наступил отправить да может быть это вам будет хорошо но вопрос возникает следующий допустим если бы вы до любому человеку взрослому без разницы тому у кого немножко мозги начали работать подарите цешку да он всю жизнь спасибо будет говорить потому что такое же сейчас случается вот вы что-то хотели померить не получается давить ну хотели померить не получается и цешка вы нужна так вот обращаемся и заходим естественно сюда то бишь возникает вопрос какую церковь можете себе взять от 250 рублей может да еще и дешевле паркли просыпать ничего ничего нормальное явление это цешка другой вариант другой вариант паяльники тоже весьма интересная штука я вам как-то говорил об этих вещах да то бишь идеальный вариант это пайка самый лучший вариант на пайке все сделать красиво все работает но возникает вопрос что у нас на улице у нас на улице холод а в холод паяльники в основные паяльники замерзают возьмите крутой хороший паяльник он тоже не сильно дорого стоит и также вы скажете огромное огромное спасибо тому кто вам это дело подарил и третий и очень качественный вопрос для тех кто ездит на машине это разумеется различные приспособы вот у вас часто в машине есть отвертка я думаю что у 90 процентов они даже не понимают о чем речь а потом бегают дайте мне тут простите хорошую отвертку просто но я общаюсь да вот вот пожалуйста берете отверточки и остальные приспособы и потом уже вы получаете максимальное удовольствие потому что вы все это сделали сами давайте вспомним про вас про нас но про всех людей которые здесь находятся здесь в основном мужчины все это время что у вас было у вас были уроки труда я не понимаю и не думаю что у всех тех людей которые здесь находятся по урокам труда были кит оценки менее четырех или пяти баллов то есть мы это делать умеем надо просто включить наши замечательные мозги и работать вместе с электросилой одно из подразделений который располагается здесь на площади на улице комсомольская 17 холодно конечно улице но радостно и однозначно видеть сие творчество можно реально и незадорого купить все в чем данная сила в электричестве и где такая есть тема у нас и она находится в электросиле обожая вот эти съемки режимные объекты да а вот так все сделать тоже достаточно тепло все таки такой хороший месяц у нас декабрь не сильно холодно и в принципе почему бы нет к сожалению да на улице еще пяти часов нет уже темно да такое случается но в оконцовке сюжета я скажу почему бы мы пришли сюда и купили бы хороший и качественный товар для нового года для всех мужиков в электросиле я в девяносто четвертом году пошел на свадьбу мой друг женился я ему в девяносто четвертом году купил очень хороший аппарат генератор цифровой сигнал очень хороший качественный аппарат и этот человек а имя его олег бакиров я считаю что это самый крутой специалист в области ремонта профессиональной техники качественной профессиональной техники он им до сих пор пользуется вы представляете сколько времени прошло я считаю что наверное я подарил лучший вариант потому что это для него и благодаря этому приспособлению он работает и получает деньги и вы тоже себе можете много чего интересного купить потому что вы работаете вместе с электросилой